Амаль 30% доходов у бюджета в Могилевской области забеспечивают субъекты малого и среднего бизнеса. Такие выники за 5 селетних месяцев. По вот для информации податковой инспекции, сумма амаль на четверть более чем лета за такий же термин. За такими лижбами стоять праца индивидуальных предпринимальников и приватных предприятий, которые выработают самую разную продукцию, например, у Крычеве, Вяровки и Канаты. Мы сейчас в данный момент сделаем канатную веревку. Просто идея выраблять Вяровки и Канаты для господарших потребов народилась у Крычеве. Пять годов тому предпринимство организовалось и справа на працуе. Хорошее место работает, но неплохое, да. А зарплата? Но зарплата устраивает. На вытворчестве Вяровок працуе только 5 человек. Объемы залежут от замок партнеров в Теннику и в России. Шмак шагу залежут от ситуации у экономицы. Если на полную могутность працуе обыдковая фабрика, то там потребна больше Крычевской продукции на шнурки. Для суммы Лады ценит кожное, навод невеликое, приватное предприимство. Не только тому, что и оно платит податки у бюджет, а леза доспешивая людей праца и зарубка. А так само наводить парадок у самым правым сенси. Здесь была раньше сельхозхимия. Это здание по аукциону досталось за одну базовую величину. Здесь, конечно, вложилось, досталось в очень плачевном состоянии. А сейчас привезено все в порядок. Вложились, конечно, большие деньги. Это все до сих пор еще влаживается. Но потихонечку так это... Ну, сразу много нельзя вложить, но потихонечку мы тут улучшаемся. Хорошие. Летность предприимства реализовала 5 тонн вяровок и канату более чем на 700 миллионов рублей. Дорожье количество у Крычеви была канатная мануфактура и новое предприимство, как протяг на особые традиции предприимательства. У нас за прошлый только год в целом по району зареистрировано 14 новых юридических лиц. Причем большинство из них, 12, это зареистрировано уже после вступления в силу указа президента Республики Беларусь номер 235. Илона Иванова, Юра Оласцов, Новиниргийон.